Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Решение местных проблем на высоком уровне. Депутат Государственной Думы Иван Демченко провел прием граждан в Анапе. МФЦ не будет прежним. Какие изменения грядут в системе многофункциональных центров Кубани и как это скажется на их работе? Преемственность поколений. Как профессия матери предопределила судьбу двух дочерей и что из этого вышло? О судьбе казачьего и восточного рынка, о газификации и других важных темах шла речь сегодня на личном приеме депутата Государственной Думы, члена фракции партии «Единая Россия» Ивана Демченко. Встречу с жителями и руководителями ряда предприятий города Иван Иванович провел вместе с исполняющим обязанности главы Анапы Юрием Поляковым. Какие решения приняты в ходе приема в нашем материале? Заместитель атамана Анапского городского казачьего общества заговорил о судьбе рынка на Крепостной. Дмитрий Титаренко признает, его предшественникам допущены очень серьезные нарушения в оформлении земли, но призывает найти компромисс. Мнение Юрия Полякова – в своем сегодняшнем виде рынок в центре города неуместен. Нет желания прийти с предложения и сказать, Юрий Федорович, мы готовы переехать в другое место, освободить, сделайте парк здесь и будет это парковая сумма. Мы готовы, но тогда дайте, пожалуйста, какой-то переходный период, хотя бы два года, чтобы без проблем там какой-то… Нет, ну два года это много. Два года вам никто не даст. А так вообще, конечно, Юрий Федорович, надо рассмотреть, выделить место им, посмотреть где, предложить. И там не один вариант, может два-три варианта. Но по факту, конечно, там не получится, чтобы его оставить. Иван Демченко порекомендовал завершить процесс переезда в течение года. Есть проблемы с рынком Восточный. На его территории проходят высоковольтные линии электропередачи. Дмитрий Титаренко заверил, городское казачье общество готово перенести ЛЭП. Представьте главе администрации свои предложения, как вы планируете. Если там стоянок нету, обеспечьте, чтобы были. Хотите линию перенести ЛЭП? Переносите. Переносите. Понимаете? Но если вы эти условия не выполните по переносу линии, ее же надо тоже опять же куда-то перенести. Ну конечно. Вы же поймите, это же вам надо с Кубанинерго связываться. Это же они будут этот вопрос решать, как это правильно делать. Следующий вопрос касался всего муниципалитета. Генеральный директор теплоэнерго Алексей Фисенко рассказал депутату Госдумы, что предприятию необходимы новые серьезные мощности. К этой зиме готовы 100%, к этой зиме мы пройдем, нас это не беспокоит. Беспокоит дальнейшая процедура. Застройщики обращаются к нам на выдачу тех условий, но мы не можем их дать в отсутствие мощностей. Заявка на увеличение мощности на 550 кВт находится на рассмотрении Кубанинерго, доложил замдиректора НЭСК «АНАПА Электросеть». О перспективе газификации муниципалитета рассказал главный инженер «АНАПА Гургаза». Газпрома турецкого потока, вы знаете, построена линия на Крым. Действует сейчас в декабре прошлого года. Отпайка сделана на «АНАПУ». Сейчас возводится станция газораспределительная броня Путера Красного. Срок сдачи – 2018 год. Но единственный момент для подачи газа в город – необходимо строительство газопровода до «АНАПЫ». Этот объект включен в «Газпромовскую программу». Большой «Газпром» губернатор в этом году в мае месяце утвердил, она до 2020 года. В «Газпром» будет построена линия газовая протяженностью 10 километров диаметром 500 миллиметров. Иван Демченко добавил, что курорту для развития инфраструктуры необходимо работать над привлечением серьезных инвестиций. 11-летний долгострой на Владимирской 144 совсем скоро может быть введен в эксплуатацию. Благодаря добросовестности инвестора, инициативной группе жильцов и помощи властей, 130 семей смогут наконец избавиться от статуса «обманутые дольщики». Строительство этого дома на Владимирской 144 началось в 2007 году. Застройщик обещал сдать многоэтажку через год. Поверили, купили квартиры, вложились. Директор убежал, деньги украли. И после этого пошел процесс. Один был управляющий, второй, третий, четвертый, пятый. И все нас обманывали. В то время, как менялись застройщики, дом буквально растаскивали по частям. Пришедшему в 2014 году инвестору досталось проблемное наследство. Когда мы пришли в 2014 году, дом был в отвратительном состоянии, в заброшенном. В заброшенном состоянии, практически разграбленный полностью, разграбленный. Но и мы, так сказать, в 2014 году очень большие подвижки сделали, и начались и возможные судебные тяжбы. Объявили процедуру банкротства, и тут любыми путями инвестор пытался, чтобы не допустить процедуры банкротства. До последнего он пытался, чтобы не допустить, что водостроить дом. Вы понимаете, что если процедура банкротства объявится, жильцы своих квартир не увидят. Помощь пришла от депутата Государственной Думы Ивана Демченко. После обращения к нему строительство возобновилось. Дом приведен в порядок. Смонтированы и подготовлены к запуску системы водоснабжения и индивидуальный тепловой пункт. Все коммуникации пришлось делать с нуля. Сейчас мы получаем разрешение в Ростехнадзоре на запуск данного оборудования в эксплуатацию. Вот это самый основной сейчас вопрос. И вновь с вопросами на прием к Демченко. Чтобы запустить квартиры тепло, надо сдавать дом в эксплуатацию. Но есть сложности. Сдать дом в эксплуатацию, нужно подготовить полный пакет Государственной Демченко. Так как этот дом обманутый дольщиком, брошенный, вся документация растеряна. Теперь возникают сложности. Где взять эту документацию? Обращайтесь в прокуратуру. Вы без этого не заберете документы никак. Понимаете, да? И при поддержке моей и администрации, я думаю, Юрий Федорович. Да, я удивлен. Нет документов. Нет, у нас все растеряно. И это... Если эта фирма вывезла, то она никуда эти документы не делала. Исполняющий обязанности главы Анапы подключает к разговору городские службы. Надо решать поэтапно, начать с пуска электричества. Обращается Юрий Поляков к заместителю директора НЭСК Анапа электросеть. Надо посмотреть, разобраться. Дело к холоду идет, надо запускать дом. Мы сейчас пока электричество, потом отопление. НЭСК уже сегодня принял жильцов дома на Владимирской, чтобы оперативно решить вопрос с документацией и подключением электроэнергии. В Анапе сформировали предложение о параметрах курортного сбора на 2018 год. Решение принято на внеочередной 32-й сессии. Определиться с размером налога и подать заключение в региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия муниципалитетам необходимо до 10 октября. Подробнее об этом и других темах сессии в сюжете. Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартует 1 мая 2018 года. Его первыми территориями станут Крым, Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края. Сейчас депутаты на местах принимают решения о механизме и размере курортного сбора. В первый год он не должен превышать 50 рублей с человека. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков предлагает не устанавливать максимальную планку, но и не занижать ее до минимума, чтобы участие в эксперименте было оправданным. Может, давайте сделаем какой-то такой люфт от 10 до 30 рублей. Потому что нам потом будет очень сложно. Если надо будет 15 сделать или 20, мы потом не сможем. Нам надо опять собирать сессию, опять все сначала, заново все пересматривать. А так сделаем люфт от 10 до 30, например. Мы исходим от того, что давайте 10, но как будет опуститься, а посчитают. Потому что в эксперименте эти районы и регионы, которые принимают, желательно, конечно, одинаковую цену, а для всей дела. То обсе сделало от 10 до 50. Депутаты согласились с предложением Юрия Полякова и единогласно проголосовали за поправку. Курортный сбор не коснется льготников и жителей Краснодарского края, а все собранные средства пойдут на развитие территории. Вся сумма курортного сбора остается в городе-курорте Анапа и может быть направлена только на развитие инфраструктуры курортного города. Надеемся, что это для Анапы принесет большой эффект, Анапа будет более привлекательна в связи с обострившейся конкуренцией в этом году и в последующих годах. Также на сессии приняты кадровые изменения. Председателем контрольно-счетной палаты муниципального образования сроком на 5 лет назначена Оксана Орлова. Она с 2006 года работала в контрольном органе при Совете, зарекомендовала себя как ответственный и высоко квалифицированный специалист. В завершении сессии коллегам обратился депутат Государственной Думы Иван Демченко. Он призвал парламентариев к активной и добросовестной работе. Анапский МФЦ выходит на новый уровень. С 1 января 2018 года Анапский многофункциональный центр переходит под краевое управление. Это сделано для удобства жителей Кубани. Теперь подать документы на получение муниципальных и госуслуг станет возможным в любом МФЦ региона. Централизованная модель управления МФЦ предусматривает единые стандарты качества оказываемых услуг, оптимизацию системы управления и расходов на содержание. Финансирование МФЦ будет осуществляться за счет бюджета Краснодарского края. Плюсы в этом объединении заметны будут сразу. То есть это увеличится скорость обработки информации, скорость обработки данных. Централизация позволит наладить быстрее электронный документооборот, а также позволит как можно больше задействовать количество заявителей при получении государственных услуг в электронном виде. Анапский МФЦ является одним из лучших по качеству обслуживания населения в Краснодарском крае и в ближайшее время может стать еще более удобным, так как сейчас решается вопрос об увеличении площадей центра. Завтра свой профессиональный праздник отметят работники сферы образования, учителя, репетиторы, а также тренеры спортивных школ. Анапа славится сильными спортсменами, Анапчане регулярно становятся победителями краевых, всероссийских и международных соревнований. И за всеми победами стоят профессиональные спортивные педагоги, многие из которых работают уже в нескольких поколениях. Анна Морозова посвятила 25 лет преподавательской деятельности в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». По ее стопам пошли и две дочери. С династией профессиональных тренеров познакомились наши журналисты. Пока старшая дочь занимается с группой, мама наблюдает со стороны. Анна Михайловна, даже будучи на пенсии, не забывает о любимой школе. Она мастер спорта по спортивной гимнастике, 25 лет проработала здесь тренером. С детишками, так мне понравилось с детишками работать. Я закончила вуз специально, педагогически, чтобы потом работать. Маленькие детки, и средний возраст, и лучшие дети. Потом у нас образовалась бригада, и я работала со старшими. Она уже на сборную края, на сборную города. Ее место заняли дочери Наталья и Елена. Младшая сейчас находится на соревнованиях в Ростове. Наталья же проводит занятия для подготовительных групп. Вспоминает, как они с сестрой буквально выросли в спортзале. Все свободное время проводили на маминой работе. Ходили в секции, еще до школы ездили на соревнования вместе со старшими ребятами. Будущая профессия была предопределена. Наталья работает в Виктории с 2003 года. Признается, самые важные знания дал не институт, а старший наставник и мама в одном лице. К юным спортсменкам старается быть требовательной, но и поощряет за хорошую работу. С первых занятий я поняла, что мне очень хочется научить, и научить так, как я умею. И вот пока я этого не добьюсь, я прихожу к цели, что научила. Для меня это такое удовлетворение, что я научила ребенка. Может быть, как-то и от мамы передалось, что мы любим эту профессию, любим учить. И у каждого из нас, почему тренер-учитель, потому что мы неравнодушны, если у ребенка не получается. Мы сделаем любыми подходами, подготовительными упражнениями. Но мы хотим, чтобы ребенок научился именно тому, чему мы преподаем. Взрастить чемпиона без соответствующей спортивной базы невозможно. По словам тренеров в Анапе, развитию спорта уделяется большое внимание. В частности, в спортшколе «Виктория» сегодня созданы все условия для работы с малышами и взрослыми гимнастками. Сейчас девочек готовят к зимнему турниру по общей спортивной подготовке. А уже весной запланированы классификационные соревнования. Тренерам благодарны и дети, и родители. В день учителя им, как и всем другим педагогам, приносят цветы и подарки. Но как признаются спортивные наставники, для них лучшая награда – достижение своих воспитанников. О том, как правильно обращаться с огнем и действовать в случае пожара, узнали первоклассники седьмой школы. Они побывали на экскурсии в Центре противопожарной пропаганды. Там сейчас проходят дни открытых дверей. Мероприятие приурочено к 85-й годовщине со дня образования гражданской обороны. Лекции для школьников проводят сотрудники Центра и действующие пожарные. Ребятам рассказывают об истории пожарной охраны России, о правилах безопасности и действиях в случае угрозы или возникновения пожара. Профилактическая работа ведется и с детьми младшего возраста. До них важная информация доводится необычным, но интересным способом. Нами был разработан конкурс «Огонь и опасная игра» с трехлетнего возраста. Он проводится в детских садах. Дети в этом возрасте очень хорошо запоминают правила. И они даже играют в пожарных, учатся выходить из задымленного помещения, из горящего помещения. И эти правила, извините, они помогут в жизни. Кроме экскурсии и лекций, ребятам показали мультфильм о том, как важно, уходя из дома, выключать все электрические приборы. После просмотра школьники заверили, что усвоили информацию на отлично. Надо проверить, ведь все ли отключено газовое. Надо закрыть обязательно дверь, чтобы никто чужой не вошел. А еще надо быть везде и всегда осторожным, чтобы не попасть в аварию. Не дай мне от спички в руки. Зажигалку тоже. А вот если вдруг ты увидел пожар, то как ты будешь действовать? Занять пожарную. А знаешь как? Номер 101. Принять участие в бесплатных экскурсиях и открытых уроках может любой детский коллектив. Все вопросы уточняйте по телефону 542 00. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 5 октября в Анапе ожидается переменная облачность, возможно дожди. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 12 выше нуля. Ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 15 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапокян» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.